доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангел с вами народный батюшка мир и благословление вам вот при святой троице вчера сын прислал мне заметку белаярском районе хмао хотят открыть водный курорт который должен увеличить рождаемость нефтяном регионе по задумке проектировщиков там можно будет лечиться с помощью экстракта пантов врагов оленей глава бероярского района уверен люди которые примут лечебные ванны начнут неистово заводить детей я гарантирую что рождаемость в округе подскочит ответил сергей маненков внутренний туризм он такой проект здравница оценивается в 180 миллионов рублей он уже проходит экспертизу деньги на его строительство планирует получить от государственной инвест программы импортозамещение ты 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 я сыну послал смайлик смеюсь до слез и значит такой смайлик потому что такой курорт мы с 2002 года здесь пытаемся строить мы создали программу значит родниковое кольцо чтобы построить несколько таких курортов в других регионах принимали эту программу и кое и кое-где построили все остальное но у нас то именно и и пан звучит мы и пан собирались использовать потому что я то узнал вот о том как его используют в анти допинговом центре международного олимпийского комитета от виталий александр семенова директор который 30 лет его возглавлял директор который основных наших всех олимпийских спортсменов как говорится создал и в том числе с помощью панта с помощью панта еще недавно засекреченный центр не раскрывал своих тайн этого человека вы видите первые все 30 лет директором центра является доктор медицинских наук профессор виталий александрович семенов но во всей этой программе есть вещи которые вот я слышу если делают те же самые люди с которыми мы сотрудничали это под них этот курорт делается я согласен что вероятно это может получиться это будет действительно хороший курорт я видел как в этом панте купались спортсмены целой команды известнейших команды кстати в этом году она стала победителем в россии я видел просто известных людей которые ездили к ним туда в алтайский край на некое предприятие где заготовляли этот пант и там были специальные ванны поставлены и туда хорошие люди я вам скажу очень высокого на своих самолетах прилетали и купались и что-то получали и командами приезжали и специально приезжали для того чтобы к олимпиадам подготовиться я даже видел как ельцину забирали эту кровь когда он уже болел панта забирали вот из этого места но и другим большим людям я уж не буду называть кому и чего к сожалению антидопинговый центр разгромили помните из-за ротченкова разгромили и ротченков как бы все открыл секреты в том числе по олимпиаде по проехали с посочинской где якобы выиграли из-за подмены анализов ничего подобного там именно подготовка причем подготовки в этой участвовал и этот пант этот пант и наши спортсмены в том числе из-за него но там конечно были другие средства я вам рассказывайте средства имели вот такие выносливо силы здоровье я например знаю еще одних победителей постоянно они с пантом с этим же это камаз мастер свое время они попросили сергей михайловича бубновского к себе в команду а он меня спросил стоит ли я ему сказал а что нет возьми пант возьми сорбент и свою технологию и команда будет хорошо себя вести команды выигрывает все время это пант то что дети рождаются от этого панта это точно у меня точно только от меня это проверяли мы с институтом педиатрии материнство и детство москве то есть там те кто при анти допинговом центре занимался этой программы они проверяли можно так сказать в разных местах он шел в основном два потребителя это звездный городок космонавты и вот олимпийцы спортсмены большие ну и естественно политики чиновники но и мы потребляли мы это потребляли для того чтобы восстанавливать детей после тяжелых заболеваний наркоманов алкоголиков то есть это тоже очень тяжелые заболевания и это работало это действительно работало детей пятеро вот только то что я знаю из тех кого я направил на эту программу родилось и даже два михаила есть их назвали михаилами потому что я поспособствовал их рождению людям которых было бесплодие считалось бесплодие на самом деле это бесплодие я уже тоже рассказывал там смеются чего-то говорят чушь какую-то она очень часто нет того что совсем бесплодный человек у него сил не хватает быть есть такое понятие спящие сперматозоиды спящие не буду у женщин называть это слово так вот и еще такое это это так конечно не официальное название так вот называл виталий александрович сил просто нет у них они есть все ничего не находят почему ставит бесплодие и они больше не сопротивляется а чеку оказалось нужно просто отдохнуть попить панты или дети будут но обычно посылали на курорты вот вот на такой и хотели создать именно такой курорт чтобы это все работало но в этой прелести то есть в этом хорошем есть много опасного много опасного я видел как вот из правильной хорошей лаборатории уходила хороший материал и и использовали его даже за рубежом наши хоккеисты за рубежом в америке в канаде многие были такие сильные активные на основании этого панта я видел как мать двоих близнецов хоккеистов известных олимпийских кто следит за хоккеем знает прямо чемоданами возила туда причем на что российские запрещали делать так сделали хитрость такую там якобы открыли небольшое предприятие там пять или шесть каких-то олешек канадских и якобы у них берут кровь и якобы из нее и делают панты на самом деле делали из наших моралов наклеивали что это канадское производство но потребляли наши из канадских оленей это не срабатывает не за всех оленей срабатывает давайте об опасностях я просто поговорю потому что на этой волне могут быть не только те кто правильное сделает или но и те кто плохое сделает ну например про женщины там сказано что они хотят еще и женщин выращивать вот это уже точно сразу обман сразу обман если взять с учетом лекарственных форм то на сегодняшний день этот список насчитывает свыше 10 тысяч различных препаратов которые многие из них можно использовать для лечения да почти все там как бы но для спорта особенно в период выступления подготовки они не могут быть они запрещены особенно сейчас на фоне вот такого беспредела попадания различных запрещенных средств пищевые добавки то конечно это настоящее минное поле вот вы видите протеин это известнейшие фирмы американской еще гофман выпускал и значит сейчас в нем в этом протеине мы нашли метил тестостерон это тоже анаболический стероид который запрещен для практики спорта также женьшень китайский на самом деле это клеточная культура женьшеня и плюс содержится эфидрин приличных количествах потому что женщин который дает вот начинает давать эти вещества он их начинает давать после 25-30 лет нахождение в земле а накапливает он по моему сколько-то столетий может этот женщин жить по моему к ста или к 200 годам я уж не помню меня цифру но там есть у меня плейс-лист где виталий александрович сам об этом рассказывает мир без наркотиков преодоление там прямо есть семенов который раз сам рассказывает что вот этот женщин в пальчике это все подделка так вот подделывают как во-первых работает ваша психосоматика вы вроде деньги заплатили вроде женщин я принимаю вам действительно становится лучше а во вторых когда его растят добавляет вещества в третьих добавляет вещества в то во что он запакован в бутылку там в какую-то то есть вам могут добавить психостимуляторы еще какие-то стимуляторы при сушке этого женщины и вы будете радоваться чтобы женщин потреблять что-то вам дает этот женщин на самом деле настоящих женщине сейчас уже нет то есть он на мировом рынке там вот китайцы знают они продают его сколько хочешь и какого хочешь но настоящий женщине стоит дороже золото грамм ну вообще дороже золото поэтому вам купить вот на потребление там вы покупаете там кори такой грамм на 150 представлять 150 грамм золота сколько бы вы заплатили за этот корень если бы он был настоящий поэтому женщин им это уже так игрушки вот конечно кому-то пара будет интересно выращивать все это делать китайцы это делают очень массово у них прямо огромные фермы вот эти поливные там эти женщины вещь их переплюнуть все равно сложно сколько денег не вложи у них там солнышко есть хотя женщин настоящих живет в тени в основном в тайге с моралом с кровью когда мы решили эту это средство применить для детей болеющих раком крови то мы столкнулись с тем что это можно делать только на каком-то особом этапе уже практически выздоровление ребенка когда у него свой уже иммунитет установился и он может сопротивляться чему в крови вся кровь это как питательные как говорится вот канал так и канализация то есть все вы сами слышите вирусы бактерии все хорошие все нехорошие идет через кровь идет через кровь поэтому кровь которую берут у моралов она может быть больная вот при этом вы то слышите что рогов они из рогов хотят с рогами там еще интереснее на самом деле кровь морала работает только в период когда у них так называемый гон это люди каждый день могут хотеть рожать детей животные только два раза в год и вот у них собирает в эти два раза в год кровь которая действительно работает в ней есть тестостерон и эстроген у моралов он близки они по свойствам к человеческим и поэтому они как дополнение к нашим идут тестостерон и эстроген ну ну и другим веществами я бы вам мог показать есть у меня список если найду я сейчас вставлю это фотографии вы увидите сколько на самом деле веществ в этой крови которые там весь состав витаминов естественно есть причем алтайских я уж скажу так витаминов поскольку они там на алтай кушают все это вплоть до облепихи дикой жуют их моралы и и там действительно много в них это но когда спиливают рога вот таким вы видите способом поймали притащили спилили иногда и берут кровь таким же способом поймали притащили откачали то там адреналин в этой крови и гормон страха еще есть такой гормон страха и тогда на вас эта кровь действует совсем не тестостероном и эстрогеном а действует вот этим адреналином и вам от этих пантов вроде что-то такое взбодренное вы вроде это но это подействует адреналин они усиление ваших сил естественных подействует и это проблема которую мало кто решает вот это предприятие которым я пользовался для олимпийского комитета который была создана и для звездного городка это очень серьезно закрытые охраняемые и всячески попекаемые предприятие было и там специальные сушилки которые вот доводит до определенной температуры кровь чтобы убить всех эти бактерии но не делает их одна сушилка когда я помню для олимпийского покупали по моим полтора миллиона долларов стоила такая настоящий там не сушит а ее это в общем не температурой а высоким вращением как-то вот эту влагу удалять но в общем дегидрации получается не температурная вот под вращение под давлением в общем очень серьезный такой вопрос поэтому его на такую сушилку денег не хватит даже из 180 миллионов чтобы настоящий панк приготовить который работать будет и еще одна опасность в том что это пустой панк будет я уже вам сказал что он может быть не взят не в тот период и неправильно взят этот пант там то на том предприятии изобрели специальные вакуумные шприцы которые там вакуум когда он втыкается срабатывает система и то за несколько секунд у марала берут 500 миллилитров крови то есть полкило ну у доноров берут 400 грамм донору не страшно марала чего он не чувствует ни укуса этого не этого колки а он идет его восстанавливать как будто он кушать идет его остановили за несколько сил взяли эту где-то были у меня роликах все это вот это он не адреналин не успевает выбросить не почувствует что у него кровь взяли не успевает и вот она тогда вот такая хорошая зрелый настоящий это кровь вот в чем поэтому проблема в таких курортах если они горят мы их массово хотим распространять они делали опыт и пытались этих моралов привести в подмосковье пытались привести и они в другой местности не дают такой крови у них депрессия начинается им побегать негде а там они должны быть совершенно свободные огромные территории отделена так вот там было 360 моралов я помню стада они в год получали всего 50 килограмм этого панта настоящего и поэтому когда говорят что будут курорт там тысячи народа рваны оттуда а сколько стадов будет заведено сколько территории будет нет я то был бы рад если бы в россии такую большую программу потому что это действительно международная может быть программа хотя зарубежные дают эту кровь из россии вывозить то есть нельзя ее вывозить эту кровь вот из-за тех проблем что ты можешь и болезнь какую-то с нею разослать ты можешь и отравить тех смотря какой морал и те кто получил эту эту кровь вот поэтому мы с одной стороны смеемся с другой стороны продолжаем эту программу проповедовать и продолжаем даже как-то этим заниматься вот сейчас хотим пистяках возобновить хотя бы часть хотя бы водную часть этой программы и надеюсь что у нас все-таки что-то это получится а вас предупреждаю будьте внимательны на этом рынке женщине и пант вот вы должны точно знать от какого это предприятие из каких моралов это сделано и от каких моралов кровь взята и как это все приготовлено потому что это очень сложный процесс вот так здоровья вам всем мои хорошие аминь всем мои хорошие аминь